Знали, что Цири действительно вернулась на острова и вновь присоединилась к таинственному чародею. Тот вместе с девушкой отплыл на лодке в неизвестное место. Затем лодка вернулась, но только с одним пассажиром. Им было отвратительнейшее, безумное создание. Существо это попало в руки Ярла, который продал его какому-то купцу в Новиграде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Убил я ваше чудище. Фрейм милосердный. Сдох ублюдок, наконец-то. Тот. А теперь рассказывайте. Кажка была. Подлечить вас не надо. Нет, все в порядке. А и правда, человек вы привычный. Непростое ремесло это ваше ведьмачество. А вот и награда. Пожалуйте, это вам. Спасибо, будь здоров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Эзипе. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер Геральт отправился на поиски Цири. Продолжение следует... 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 не будешь но я буду за тобой пригляды на дай на на меня дороги на меня дороги на на вперед плотва на шевелись плотва на шевелись плотва на шевелись плотва на 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 На! На, пошла. Быстрей. Шевелись, плотва. Шевелись, плотва. Шевелись, плотва. Шевелись, плотва. Шевелись, плотва. Пошла. Шевелись, плотва. И Зафира Путни близкий. О, долгие и полные опасности. Но, как говорят у меня на родине, риск – это честь. Я это запомнил, хоть и не могу согласиться. Пойти на риск способны многие, а вот с честью у людей проблемы. И поважно, с какой целью ты идешь на риск. Я прибыл сюда встречать неизведанное и добывать славу для себя и для моего владыки. Нужно познавать мир, открывать новые земли, добывать знания и делиться ими. Ах, есть ли в жизни более прекрасное переживание, чем восторг от нового и удивления неустанному труду сотворения мира? Значит, это лагерь первооткрывателя и философа? Разумеется. Я хочу изучать ваши обычаи, обмениваться знаниями, торговать с вами. Пожалуйста, расскажи мне о своей родине. Конечно, если у тебя есть время. Если у тебя оно есть, о своей родине я могу говорить часами, пока ты в силах слушать. Земля, которую вы зовете Афиром, на самом деле дом для многих стран и народов. Афир – это бескрайние степи, неприступные горы, чистейшие озера и непролазные чащи. Это павшие империи, царство в зените славы и племена, не знающие царей, но хранящие сказания о временах, когда мир был молод. А из каких мест родом ты сам? Я из города, чьи чудеса затмили бы золотые башни Нильфгаарда. Это отчизна философов, врачей, математиков и чародеев. О них лучше расспросить моего друга, ведь он сам мастер Рума. Я его расспрошу. Могу я посмотреть, какие товары вы привезли из Афира? Да, из этого я подошел. Сериль those храняты с философов. Продолжение следует... 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 Проклятие! Мой папочка очень не любит эльфов, а ты эльф? Ну и ветер. Приветствую. Привет тебе. И дославится вечное дело сотворения мира. Ты только не обижайся, но прославлять в этом мире особо нечего. Нордлинги. Вечно на всё жалуйтесь. Ходите с кислыми минами. Человек поздоровался, а вы уже готовы в драку кидаться. Но в этот раз уже как будто я жалуюсь. А ты, видно, пришёл по делу. К сожалению, я ничего не могу для тебя сделать. Я лишился всего имущества вместе с инструментами. Ты ремесленник или чародей? В вашем языке нет подходящего слова для моей профессии. Я учёный и художник. Немного ремесленник, а немного мат. Слышал ли ты о геомантии или о рунотворстве? Не слышал, но слово «рунотворство» говорит само за себя. Верно. Но я не только создаю магические руны и глифы, но и связываю их в могущественные слова силы. У моего искусства также есть магическое назначение. Правильно подобранными руническими камнями можно укрепить меч, а сложенное из них слово даст оружию большую силу. То есть я могу составить слово из глифов и укрепить им оружие. Иногда люди нанимают меня выручать их из беды. Мне уже случалось отыскивать потерянное добро. Мне ты ничем помочь не сможешь. Корабль, на котором я плыл, утонул в открытом море. А купить новые инструменты религия не позволяет? Их делали под заказ по моим эскизам. Стоили целое состояние. А все деньги, что я вез с собой сейчас в темной бездне, вместе с инструментами. Похоже, твое ремесло может быть для меня полезным. Кроме того, я решил не бросать тебя в беде. Я раздобуду для тебя деньги, а ты взамен изготовишь для меня руны и глифы. Ты уверен? Речь идет, и правда, о значительных суммах. Даже самые простые глифы требуют дорогих инструментов. Не говоря уже о более сложных, а тем более о глифах мастера. Не боись. Я чувствую, что для меня это будет хорошим вложением. Интересно, что тебя сюда привело? Просто жажда знаний. Мой мастер научил меня всему, что знал сам. Я выучил все языки соседних стран, затвердил имя каждого растения и каждого зверя. А стоило рисковать, отправляясь в столь далекое путешествие? Дома я мог бы жить в достатке и уважении, так ценны и прекрасны мои творения. Но в этой жизни я не мог бы реализоваться. Мир велик и разнообразен, и он все время создается снова. Наш мир – это загадка, и он говорит с нами через символы. Я хочу выучить язык мира, понять знаки, которые он нам посылает, и порядок их написания. Так я постигну принцип творения. Когда ты рассказывал о своем искусстве, ты говорил, как человек веры, не как ученый. У вас вера и наука разделены. А там, откуда я родом, святые отцы – это одновременно и ученые, которых ценен за их мудрость. В каких богов вы верите в Афиле? Это зависит от региона. Меня воспитали в вере в единого бога, который и есть мир. Бог говорит с нами через символы, а мы приближаемся к нему, изучая его язык. Символы – это руны и глифы? Это лишь знаки, вымышленные людским умом, чтобы проще было описывать мир. Но в них есть магическая сила, а всякая магия идет от бога. Когда я творю руны, когда складываю их в слова, я молюсь. А когда заклинаю ими меч, то даю благословение. У меня при себе есть деньги, этого хватит? Ну, для начала. Дорогостоящее ремесло. Мало того, деньги – это еще не все. Мне также понадобится весомых размеров нефритовый камень. Хм. Я посмотрю, что удастся сделать. В то же время. Я с вами написал назвать-то, что у нас нет. В то же время, я посмотрю. У меня будет роль частью. Я не знаю, она потеряет, каких-то нефритовый камень. Надо делать, что у меня есть. небольшие залежи нефрита есть к северо-востоку от Новиграда. Попытаю удачу там. Продолжение следует... 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 Существо это попало в руки Ярла, который продал его какому-то купцу в Новиграде. На погибель черная! Аааа... Кружится! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Если ты спрашиваешь у немого, значит все-таки чувствуешь. Ну, пойдем. Пора сразиться со страхом. Продолжение следует... Продолжение следует... Синий Кит? С такой тупой мордой? Что-то на тебя нашло после этих трав. Продолжение следует... 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 Убьешь одно чудище, лезет следующее. Это и есть кошмар ведьмака? Нет, это повседневность. Пишина, покой. Подозрительно. Это должно быть мой сон. Я не боюсь ничего. Ты ничего не боишься? Ты? Ты наделал штаны, когда волни ударило в дерево около дома. Мне было три года. Я уже сто раз показал, что... Наделал штаны перед всей деревней. Такой стыд. Сын Ярма. Надо было тебя выгнать. Ты только видение. Призрак. Призрак твоего отца, которого ты боишься, потому что знаешь, что под нервки ему не годишься, что ты его разочаровал. Я лучший воин, чем он когда-либо был. Докажи это, сосранец. И кто лучший воин? Кто? Луга, составь его. Это только ты. Король. Король дикой охоты. Сын Ярма. Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают